Бронетранспортер БТРД принят на вооружении советских воздушно-десантных войск в 1974 году. Он разработан конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода под руководством Шабалина и предназначен, прежде всего, для транспортирования личного состава воздушно-десантных подразделений. Бронетранспортер может десантироваться как парашютным, так и посадочным способом. При создании бронетранспортера в качестве базы использовано шасси боевой машины десанта БМД-1. Компоновка базовой машины сохранена. В кормовой части корпуса находится моторно-трансмиссионное отделение, а отделение управления и десантное занимают соответственно переднюю и среднюю части полностью закрытого герметичного. Корпуса бронетранспортера Корпус БТРД имеет сварную конструкцию и изготовлен из плит высокопрочной алюминиевой брони. При относительно небольшой массе эта броня защищает экипаж и десант от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов и мин малого калибра. По сравнению с БМД, один длина корпуса бронетранспортера увеличена на 473 мм. В отделении управления по продольной оси корпуса оборудовано место механика-водителя. В его распоряжении находятся три сменных перископических прибора и инфракрасный прибор ночного видения. По обе стороны от механика-водителя установлены сидения пулеметчиков, ведущих стрельбу из курсовых 7. 62 мм пулеметов ПКТ, смонтированных. В верхнем лобовом бронелисте корпуса. Высота бортов корпуса в зоне десантного отделения несколько увеличена. В лобовом бронелисте этого отделения имеются смотровые окна, в боевой обстановке закрывающиеся броневыми щитками. В этом месте установлены еще два семи. 62 мм пулемета ПКТ, стрельбу из которых ведут бойцы перевозимого десанта. Имеются также бронетранспортеры, у которых вместо этих пулеметов на крыше десантного отделения установлена вращающаяся башенка с дистанционно управляемым пулеметом ПКТ, а также бронетранспортеры с двумя семь. 62 мм пулеметами ПКСМ или одним 30-мм автоматическим гранатометом АГС-17 пламя, установленными открыто на лобовом листе. Десантное отделение вмещает 10 полностью экипированных десантников. Посадка и спешивание десанта осуществляется через два люка в крыше десантного отделения и большой люк с прямоугольной крышкой в кормовой части корпуса. Для ведения десантниками стрельбы в бортах десантного отделения оборудовано по две амбразуры с шаровыми установками. Кроме того, имеется еще одна амбразура в задней стенке десантного люка. Над этими амбразурами установлены перископические приборы наблюдения. В моторно-трансмиссионном отделении бронетранспортера установлен такой же, как на БМД-1, шестицилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения 5D20, развивающий максимальную мощность 177 кВт. Двигатель, главный фрикцион, коробка передач и бортовые фрикционы объединены в единый силовой блок. В состав ходовой части, применительно к одному борту, входят шесть обрезиненных опорных катков и пять поддерживающих роликов. Ведущие колеса расположены сзади. Подвеска опорных катков – индивидуальная гидропневматическая, позволяющая механику водителю с его рабочего места изменять клиренс в диапазоне от 110 мм до 450 мм. С помощью гидравлического устройства он может также изменять натяжение гусениц. На БТРД использованы такие же, как на БМД-1, стальные мелкозвенчатые гусеницы с резинометаллическим шарниром. Бронетранспортер БТРД обладает хорошими скоростными характеристиками. И высокой проходимостью на пересеченной местности, в том числе и на грунтах с низкой несущей способностью. Он способен преодолевать подъём крутизной 32-35 градусов, вертикальную стенку высотой 0,7 м и ров шириной 2 м. Водные преграды бронетранспортер преодолевает вплавь со скоростью 10 км в час. Движение на плаву обеспечивают два водометных движителя. В качестве средств связи на всех бронетранспортерах установлена радиостанция R-123M. Для постановки дымовых завес используется термодымовая аппаратура и четыре дымовых гранатомета 902F. Бронетранспортер оборудован также автоматической противопожарной системой и системой противотомной защиты. Шасси бронетранспортера БТРД широко используется для создания различных бронированных боевых и вспомогательных машин. Были разработаны и выпускались следующие машины. 1 в 119 – машина управления артиллерией. БТРРД – истребитель танков с ПТРК-9-111 Фагот. БМД Каша, Синица, командно-штабная машина батальонного звена с двумя радиостанциями R-123. 1 в 119 – Реостат, машина управления артиллерией. Оснащается РЛС-разведки наземных целей с дальностью обнаружения до 14 км, лазерным дальномером, дальность до 8 км, дневными и ночными приборами наблюдения, топопривязчикам, бортовой ВМ, двумя радиостанциями R-123, 1 и R-107. Экипаж размещается в рубке, приборы установлены во вращающейся башенке. Вооружение включает курсовой ПКТ-ПЗРК-3РПГ типа «Муха». БТРЗД – бронетранспортер для перевозки расчётов зенитных ракетных комплексов. Используется также в качестве самоходного шасси для 23-мм спаренной зенитной установки ЗСУ-23. НОНАЭС – самоходное 120-мм орудие. БТРД Каша Эмсорока, командно-штабная машина звена «Полк-бригада», оборудована двумя радиостанциями R-123, двумя R-111, разведывательной радиостанцией R-130 и засекречивающей аппаратурой связи, станция пуска и управления беспилотным летательным аппаратом «Шмель». БРЭМ-Д – бронированная ремонтно-эвакуационная машина с краном-стрелой, тяговой лебедкой, сошником-лопатой и сварочным оборудованием. Спасибо за просмотр!